Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря долгожданная британская статистика под темпом экономического роста. Фунт активно снижается в последней торговой сессии, продавцы, конечно же, выдохнули, но все равно текущие уровни еще далеки от того целевого ориентира, которое мы обозначили некоторое время назад. Ранее нам не хватило до цели 1.20 всего лишь 50 пунктов, но я думаю, что сейчас заход уже на точное тестирование данной планки, а может быть даже на снижение к более низким ценовым уровням. Сегодня в 7.00 по GMT очень скоро ждем статистику по ВВП и промышленному производству. Соответственно, нет каких-либо надежд на хорошие цифры, статистика будет крайне плохой. Я надеюсь, что мы увидим логичную реакцию трейдеров, которые усилят свои намерения затащить этот инструмент еще ниже. Сегодня также в 12.30 состоится выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, но вот что-то в последнюю неделю, когда это уже не первое выступление, что Лагард, что Паул выступал дважды, не смогли оказать какого-либо влияния на динамику соответствующих инструментов, за которые они отвечают, евро и доллар. Может быть потому, что это конференции, где в меньшей степени они касаются непосредственно планов регуляторов, за которые отвечают по дальнейшему изменению ключевой процентной ставки. С одной стороны, понятно, для этого есть пресс-конференции по факту заседаний ЕЦБ и Федрезерву, поэтому нужно распыляться на несколько раз и будоражить рынки. Но мы все равно хотели услышать что-то интересное, к сожалению, не услышали. Может быть впоследствии эта ситуация изменится. И в 15.00 по GMT еще Мичиганский индекс потребительского доверия в США. Соответственно, можете посмотреть прогнозы экономического календаря. Скорее всего, цифры также не разочаруют, собственно, так же, как и последние несколько отчетов. И, возможно, этот релиз может оказать доп. поддержку доллару под закрытие недели и текущей торговой сессии. Давайте по порядку. Индекс доллара 105.75. Очень близки мы к локальному сопротивлению 106 пунктов. Замечательно то, что инициатива все-таки вернулась к покупателям. Мы рассчитывали на то, что доллар сможет возобновить восходящую тенденцию. Но это все равно не значение 107 пунктов, которое является нашим целевым ориентиром. Если ничего не изменится в текущей тенденции, то с большой долей вероятности мы увидим индекс доллара поближе к указанной цели уже на следующей неделе. Потому что на следующей неделе данные по инфляции. И этот релиз точно станет источником повышенной волатильности и мощным катализатором для движения американского доллара. Ну а пока, что мы обсуждаем? Это первичные заявки на пособие по безработице. Фактически показатели на прошлой неделе 217 тысяч обращений. Это ниже, чем прогноз 218 тысяч и лучше, чем значение двух недель. Давность оно было пересмотрено с повышением 220 тысяч. Напомню, что если отчет по первичным заявкам на пособие по безработице держится в диапазоне 200-220 тысяч, это хорошее значение, которое в целом можно интерпретировать как статистика, которая указывает на прогрессирующий рынок труда. А рынок труда – это очень серьезный сектор для американской экономики. В частности, постоянный прогресс в этом секторе, рост зарплатных плат, мы об этом говорили уже миллион раз. И сдерживает дальнейшее снижение инфляционного давления, пугает Федрезерву тем, что создаются предпосылки для роста инфляции. И заставляет американский регулятор проводить ту политику, которую мы знаем под названием жесткая монетарная политика. Из выступлений представителей Федрезерва стоит отметить комментарий Томаса Баркина, который, в принципе, придерживается точно такой же риторики, как и другие проактивно жестко настроенные представители американского регулятора. То, что инфляция, несмотря на прогресс, остается все еще довольно высокая, поэтому Федрезерву ни в коем случае нельзя сейчас останавливаться, отказываться от той политики, которую он проводит. Глава ФРС, ФРБ, регионального отделения ФРС Филадельфии Патрик Харкер также отметил, что ставка будет на высоком уровне в течение длительного периода времени. Ну, эти комментарии нам очень знакомы, потому что, по сути, это вырванные заявления отдельные главы Федрезерва Джерома Паула на его последней пресс-конференции по итогам заседания. Регулятор вот, по сути, две недели назад. И мы видим то, что среди элиты ФРС позиция, собственно, не меняется. И снова мы возвращаемся к тому, что, друзья, не стоит хранить доллар из-за одного слабого отчета по рынку труда. Пока что условия идеальны для того, чтобы доллар был стабилен или демонстрировал признаки роста, потому что рост – это более приоритетный, более оправданный и фундаментально обоснованный. Направление для этого финансового инструмента. Инфляция. На следующей неделе фактически показатель 3,7%. Мы помним, что инфляция застоприлась в плане снижения. И если мы снова увидим значение 3,7 или даже 3,8, то тогда индекс доллара точно уже начнет претендовать на закрепление выше 107 пунктов. Я как раз в эти цели очень верю. Золото – 1957 долларов за трость-концию. Мы видим то, что после теста поддержки 1950 этот актив начал отрастать и начали меняться рыночные настроения. Сейчас уже меньшинство, 40% трейдеров, находятся в покупках и большинство залазит в продаж. Ждем перекоса 30,70 и, соответственно, принимаем решение о покупке этого инструмента с целями 2,000 и выше. Евро против доллара 1,06,70. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндес подтвердил, что нет абсолютно никаких оснований для того, чтобы Европейский Центральный Банк продолжил ужесточать национальную монетарную политику. Ранее уже отсутствие намерения ЕЦБ тащить ставков выше мы использовали как еще один важный аргумент, почему евро не будет расти. Потому что до этого как раз евро поддерживали ожидание того, что Европейский Центральный Банк будет проводить жесткую монетарную политику. Сейчас это уже в прошлом. Так, фунт против доллара 1,2225. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл высказался по поводу целесообразности сохранения процентной ставки на текущем уровне в Англии. И то, что она будет оставаться высокой до тех пор, пока Банк Англии не достигнет цели по инфляции, нам это уже было знакомо. Это понятно. Но лично я не верю, что цель по инфляции удастся достичь в ближайшие два года. Поэтому, скорее всего, на период больше, чем два года ставка будет оставаться настолько повышенной, что еще большее давление будет оказано на рынок недвижимости и потребителей. Поэтому мы снова видим пересмотр прогнозов по экономическому росту из-за того, что такие условия складываются. И сегодня у нас есть возможность поговорить уже по фактам на цифрах, потому что мы ожидаем показателей экономического роста ВВП за третий квартал, который снизится на 0,1%. Я об этом не сомневаюсь. В годовом выражении показатель может скорректироваться с 0,6 до 0,5. Но думаю, что реальные цифры в годовом выражении будут еще ниже. А статистика со знаком минуса в третьем квартале будет доказывать то, что английская экономика уже в технической рецессии. Промышленное производство от этих данных также не ожидаем ничего хорошего. Поэтому, в целом, идеальные условия, идеальный фонд для того, чтобы фонд обновил локальные минимумы. Австралийцы против доллара. Единственный рисковый актив пока что, ну ладно, еще рынок нефти, который я рассматриваю как инструменты, которые будут расти. Напомню, что здесь решение более чем логичное с моей стороны. Это все-таки дождаться реакции более-менее выраженной австралийцы на факт повышения процентной ставки со 0,4 до 0,35%. Сегодня вышли протоколы заседания Резервного банка Австралии, где явно прослеживается намерение регулятора повысить ставку как минимум еще один раз. Потому что инфляция, в отличие от других регионов, за которыми мы следим, в Австралии действительно демонстрирует признаки роста и растет. Это не ожидание, это уже подтвержденное значение, если сравнивать, например, средние показатели инфляции в третьем квартале и во втором. Поэтому есть должок за австралийцем и коррекция даже в районе 0,65% это будет очень хороший отказ, где можно будет зафиксироваться уже и сфокусироваться на других рисковых инструментах. Американский фондовый рынок перешел к коррекции S&P 4365 пунктов. Собственно, как и раньше, я много раз уже отмечал долгосрочные ожидания по американской фонзе. Я жду развития нисходящей динамики по всем индексам S&P, NASDAQ, Dow Jones по S&P цель 4000 пунктов. Рынок нефти отбились от поддержки 80 долларов за баррель, текущей котировки 80-50. Очень интересная статья мне попалась на глаза по поводу последствий влияния ближневосточного конфликта Палестино-Израильского на весь сектор энергетики. Там, конечно же, рассматриваются разные сценарии, один из которых может быть даже реалистичный, что не будет значительной эскалации больше, но эта ситуация будет оставаться крайне неопределенной. В конечном счете, в каком-то формате Иран будет вовлечен в этот конфликт, что приведет к снижению предложения в диапазоне от 400 до 600 тысяч баррелей в сутки. Если это произойдет еще до первого квартала 2024 года, то глобальное предложение значительно просядет. И дефицит предложения, о котором мы говорили до этого конфликта еще, может превысить 3,5 миллиона баррелей в сутки. Этот риск ни в коем случае не нужно недооценивать, поэтому смотрите на нефть как на инструмент для долгосрочных покупок, тем более, что в последние дни этот сектор явно подарил нам возможность купить и бренд, и WTI дешевле. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока!